добрый день друзья добрый день и сегодня у нас очередной выпуск друкарни инфодавинга и начнется он с приятных новостей наконец-то мы плотно подошли к тому чтобы наши книги можно было скачивать в электронном виде и для того чтобы их удобно было читать возможно будет проработана и сувенирная продукция которая виде читала кто же будет отправляться вместе с книгами а возможно и будет акта по соединению электронного варианта и печатного потому что я все-таки всегда за печатные варианты он самый такой приятный когда ты держишь книгу в руках эта книга и сегодняшний выпуск мы решили посвятить ответу на вопросы наверное самые актуальные поэтому мы на них и остановились но при этом ну как бы они не книжные то есть мы вот будем отвечать на вопросы но это вопросы не по книгам это вопросы которые заданы нам и по консультациям и по винашим видео и так далее и начнем наверное с самого такого животрепещущего вопроса это момент обращения человека за консультацией когда он ее делает и мы все время хотим когда он ее заказывает мы все время хотим чтобы выхлоп был у человека максимальный чтобы он быстрее как можно быстрее вышел из заболевания как можно быстрее решила своего проблемы вопросы и так далее и вот здесь есть момент такой назвать его недопониманием нельзя назвать этот момент ну наверное блокировки разума когда человек формально начинает относиться к тому что он должен делать и здесь можно сразу сказать я никому ничего не должен я пришел к вам лечите меня ребята еще хотим раз остановиться на теме мы не лечим мы помогаем вам удалить и осознать ту информацию которая привела к заболеванию да а вопрос как вы изменитесь он остается за вами только за вами ведь ключ к выходу это измениться без изменений не будет ничего и наша консультация не будет иметь значение ваши деньги будут потрачены зря ключ измениться мы помогаем вам освободиться от цепей от кармических от родовых подсвечиваем те моменты из-за которых вы попали в ту или иную ситуацию но дальше надо сделать шаг вот этот вот шаг измениться почему мы говорим в инфодайлинге эффективность сто процентов это когда на сто процентов работаем мы на сто процентов работает человек и он работает неформально потому что когда вот мы читаем вопросы типа можно ли делать практику зеркала вот по бумаге мы я буду с бумажки читать как я люблю себя как я принимаю себя и так далее можно ли делать эту практику под музыку потому что вот подмениться активную музыку мы не рассказывать как я себя люблю мне больше это нравится можно ли и начинается смотрите это распыление себя привязка к внешнему то я такая красивая я что-то формально делаю я формально ступаю выступаю я вот не так это я играю роль делающие практику зеркала я играю роль проживающие это и это я играю роль я понимаю что в жизни привыкли к ролям но изменения наступают тогда когда вы искренне и открытые вы настоящие тогда только наступают изменения и задача отказаться от роли а вы играете роль и получается вот эти роли они честное слово закалебывают вот они же бывают разные бывают актрисы погорелого театра прекрасно было бывают озлобленные суки это тоже прекрасно это ничем не хуже не лучше актрисы погорелого театра это тоже роль просто они выражаются в разном эмоциональном фоне вы можете вообще этот фон отключить важно осознать и измениться стать другой когда вы уже другая пускай вы не хорошая но вы другая уже у вас есть переключение возможность выхода уже вы ищете выход из тупиковой истории но пока вы этих действий не делаете выход вы не ищете и очень многие мамы заходишь к ним подсознание и видишь они просто сидят на попе да и болтают чате болталки и потом такая и вот такая почему мой ребенок стучит почему мой ребенок бьется головой почему мой ребенок потому что он устал он не может до тебя достучаться он не знает как дать тебе по голове чтоб ты начала замечать тот момент когда ты включаешь злость когда ты давишь себе обиду вину когда ты лжешь себе это же момент вот момент вы живете жизнью действие 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 и вот в какой-то момент муж приходит горит борщ невкусный и ты так и раз и сжалась и ты не отреагировала либо начала лгать да ничего я наверное пересолила я под тебя подстроюсь вот сейчас просочусь под тебя муж да и пошла лживая реакция нет а что в этот момент искренне хочется сделать возможно вы его действительно там не досолили пересолили а возможно вы можете повернуться сказать любимый я тебе готовила с любовью у тебя сейчас плохое настроение и ты сейчас выместил его на на мне я могу тебе помочь утилизировать твою эмоцию и вы не подстраивались не вы не просачивались под него вы не вы остались самой собой вы остались собой целостной внутри вы не жали злость и обиду и так в каждый момент времени я понимаю что это тяжело на ранних этапах когда вы привыкли быть актрисы погорелого театра но это же ваша роль зачем вы ее на себя одевать вот где-то ужаться где-то ну вот обидели но я промолчу потому что будет можно поругаться же ведь если я не промолчу и как бы мы поссоримся и и вот начинают вот эти вот разные абсолютно разные выходы лазеечки ходовки а где сам нет себя нет себя искренней суть словить направление к себе иск то есть почувствовать вот эту себя настоящая настоящую и действительно развернуться к себе начать движение к себе вот в чем суть ключ потому что получается ту информацию что мы даем вы очень часто футболите вы ее просто отбиваете как мячик вот вам летит мячик и вам говорят смотрите вашей жизни нету секса нету и это плохо это бьет вам по здоровью на эту тему вот очень много сейчас вопросов возникает кто-то обращается там с проблемами по гинекологии кто-то обращается с проблемами страдания отношений с развитием онкологических процессов и так далее очень много приходит и опять такие в аутизме то же самое и вот человеку говоришь нужен секс и что мне делать вот как вы мне посоветуете решить этот вопрос все в этом от футболе ли в футболе ли и в футболе те точно также любого врача любого человека потому что вы не готовы вообще измениться а надо внутри почувствовать вот этот момент да нужен секс да я понимаю что очень часто всем по это происходит замужними женщины у которых их вот член спит рядом вообще спит рядом и нам задают человек вопрос и что мне делать с этим членом ребят ну это это об отсутствии разума о полном отсутствии разума и о полном не взять и ответственности на себя за свою жизнь понимаете и это момент когда вы чувствуете как поступить как проявиться чувствуете не придумываете чувствуете это еще и момент искренности в пары именно пары если получается если у вас напряг сексом да даже если вот как наташа говорит рядом же есть да а вы задаете вопрос и что мне с этим делать это о чем это горит а подумайте просто у вас как отношения на чем они основаны искренне ли они в таком случае если вас не тянет друг другу и вот эти вопросы на самом деле если бы это был 12 они приходят каждый день приходит пачками от мам когда дети им зеркалит их проявления я понимаю как часто мама сжимает себя когда она в чем-то отказывает когда она себя подавляет когда она не проявляется вот ну вот девчонки вот заметьте этот момент момент когда вы сжимаетесь выскальзываете уворачиваетесь отбиваете вот это сама . момент запуска когда вы перестаете быть собой когда вы начинаете себе лгать и когда вы перестаете быть искренне вот в этот момент вот в этот момент идет закладка заболевания кармической истории так далее сценария на отработку чтобы вы это заметили осознали вот это вы должны осознать вот сам момент включения и этот момент надо сделать другим надо просто сделать другим в этот момент надо выдохнуть выдохнуть расслабиться сказать стоп я сейчас решаю как я буду реагировать и я реагирует так как мне комфортно и не лгать себе что мне комфортно сейчас пойти и высказать этому придурку все что я не думаю это опять сценическая роль чувствуете подмену я специально говорю это эмоционально и вот этот момент когда вы стоп как мне внутри хорошо я моя благодарность этому придурку да что он подсветил это и показал это и вот этот момент между искренностью вот этой сценической ролью либо вот этой образной дамой мы ведь очень часто не задумывайся когда мы одеваем роли то есть пообщалась с живыми людьми да я тоже девала роль для общения и точно так же я видела я видела как люди из себя строили бизнесменов успешных и так далее они пытались быть не самими собой я вот на каждом человеке смотрела я уже наигралась вот так вот я видела это зачем а на самом деле вот как только выходишь вот все наигрался искренность искренности все все вопросы решаются моментально но только на искренность только на открытости и тогда решается точно так же семейные бытовые вопросы любые вопросы абсолютно только когда вы настоящий а если вы не настоящий тогда вопрос не решается разворачивается в историю для того чтобы вы осознали когда вы настоящий но при этом тоже надо понимать настоящий то есть вот то что вот вы вас да и это вот проявить настоящий это не значит что у вас допустим сейчас гнев и вы гнев этот выльете да нет этот гнев надо просто почувствовать себе именно почувствовать осознать о чем это для вас и не что вылить сразу на человека а именно для себя сделать сделать оценку расслабить это в себе осознать что это о чем это тебе трансформировать это все в благодарность не вот именно что не во внешнее а именно развернуть к себе лицом потому что благодаря этому человеку который у вас вызвал этот гнев вы видите вы словили в себе этот гнев вот вы словили в себе его словили потому что это вы гневитесь гневитесь значит значит он вас и вам это просто надо найти для себя вот именно расслабить вот этот момент о чем это для вас почему вас вызывает этот столько агрессии то есть вот она искренность искренность это вот это на самом деле очень хорошо от искренности можно поучиться у маленьких детей очень наблюдая за маленькими детьми вот именно их вот так вот за этой чистотой и прямо открытостью говорить вот вот там можно увидеть и научиться дети на самом деле нас учат всегда всему всегда больные дети нас тоже учат не не мы их учим мы благодаря им себя обучаем себя выращиваем а смотрите мир больного ребенка как много мам категорически не принимают мир своего ребенка и не опять таки заметьте вот вы можете заметить прямо в чате наших мамочек как происходит движение те мамы которые в какой-то момент приняли мир болезни их ребенка они приняли они вошли туда мамами до вошли всем сердцем душой с принятием с осознаванием они просто вот в этом мире растворились и сказали да я такая это мое зеркало и сейчас это зеркало буду мыть это мой мир это тот мир который я создала я родила этот мир я принимаю его и вот в этот момент происходит вот это чудо когда начинает в маме меняться информации мама начинает замечать каким своим моментом каким своим проявлением вот этой точкой запуска игры она спровоцировала появление такого мира в ее жизни и тогда она может редактировать этот мир она может его менять но пока вы его отбиваете как футбольный мяч ничего не меняется и тогда каждый раз ой я такая я такая такая и прячетесь и лжете и лжете вас нет ни там и не здесь нет да лучше в тот мир не вошли и другой вы не создали потому что вы не можете создать другой вы создаете только тот потому что на этих реакциях и на этих моментах вы вы такая какая вы есть примите меня такой какая я есть да и тогда вот принимаем вот инвалидность вот больные дети вот страдания вот тяжелое заболевание тогда мы воспринимаем целиком вместе с этой кучей навоза который вы привезли в тележке а как иначе понимаете то есть если говорить про вот этот вот момент мы воспринимаем абсолютно любой и помогаем вам эту тележку осознать и убрать именно убрать потому что когда человек если он зайдет только с осознаний но у него прицеплены эти родовые программы и кармические и фильмы сценарий упакован и его компьютер забит трояна троянами да как-то этими вот ложными программами деструктивными то человек не может измениться он просто прижат к стенке вот как что-то изменить помещение которое полностью забито доверху надо его очистить и тогда вы можете что-то новое поменять что-то привнести что-то унести и так далее но сперва убирается вот эта забитость вот это то что делаем мы потому что человек сам освободить это помещение не освободит и это вот наша задача на консультации мы освобождаем и потом даем человеку свободу заполнить чем влачу не да и как и очень часто вот именно вот можно с этим сравнить вот смотрите приходит человек со своим набором каких-то программ там на набранных прилетевших вирусных компьютере да при причем при всем то что человек увлекался открывал такое так но открывал такое то приходит к нам мы очищаем это очищаем компьютер да и важно начать работать то есть доставать ну то есть работать то что интересно действительно осознанно да а человек как правило что делать а те же опять на это же пустое а у на те же опять бездумно а это ерунда она опять натягивается вот это потом вылечите меня да а зачем вы тянете вот до банального доходило когда говорили дети например они будут копировать они должны быть в среде здоровых детей потом читаешь а у меня элитный детский садик как же я поведу его не поведу его в этот детский садик для специальных детей до для особенных детей и так далее и дальше уже разум мамы решает я окуну ребенка в ту же среду или не окуну я буду за него бороться или не буду и замечу вот мне очень нравится сейчас есть мамы которые прошли этот этап очень хорошо с гордостью до когда они сказали нет я откажусь и от этих престижных садиков когда папа вот вчера написали защитил отстоял свою дочь до чтобы она училась в обычной школе и так далее вот эти моменты это моменты вашей трансформации это момент когда вы подошли к этой точке реактивно и вы можете либо вверх либо вниз наоборот вверх вниз зеркально все время привыкла вы можете и в таком случае вы вы принимаете решение и ваше решение ключевое если вы выбрали вниз то вы снова развиваете ситуацию чтобы осознать что надо вверх чтобы вы вернулись к себе настоящим чтобы вы взяли ответственность за свою жизнь на себя пока вы ее не взяли ничего толкового не будет вот это очень важный момент и на фоне этого я сразу зачитаю один пост это с ютуба мне очень понравились эти вопросы я бы хотела чтобы мы сейчас их осветили и вот в этом видео осветили назрел вопрос про прогибы мужчин могли бы вы на эту тему затронуть видео тоже где проходит зона ответственности мужчины где он решает и это правильно для женщины а где она решает ключевой правильно для женщины и она решает не будут ли ее частое решение прогибом мужчины если она для дома на семью берет например кредит по своей инициативы это решение по по мне наверное но решение вдохновить как-то мужчину было бы верным как вы относитесь к физическим коучам сатья даст например его недолюбливают многие психологи а я вижу много разумного там или правильнее не искать коучей а самим вдвоем провести границу где женские решения будут вернее а где мужские хотя граница тоже неверное слово вот смотрите здесь вот читаешь сообщение понимаешь здесь у человека есть четкие грани правильно и неправильно они сформированы в детстве они сформированы дальше жизнью но и при этом еще гранями вот при это все грани 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 так можно так нельзя а вот так правильно так неправильно а кто сказал что в одной семье где женщина берет кредит да и берет ответственность на себя вместе с этим кредитом и она же его выплачивает и она же она же она же она же она взяла ответственность и сделала и это правильно для этой семьи но в другой семье где также женщина взяла кредит вынесла ответственность на мужа и сказала милы мы теперь вдвоем типа платим а потом вообще я уворачиваюсь мне же косметика нужно вот и ты тянешь за меня ты же мужчина ты же должен все как садеда сказал мужчина работает а женщина имеет и в этой семье этот кредит он может вообще разрушить и отношения и жизнь и все что угодно и в то же самое время есть моменты где женщина вот как моем случае я приняла в свое время решение да я там то что вчера на видео рассказывала я купила эту машину это было мое решение и муж увидел это говорит но берешь ответственность бери но я была счастлива и я на этих крыльях и бизнесы развивала и сама развивалась и и и и и и дальше я счастлива что я приняла это решение а если бы я тогда легла под мужем я выходила несчастная подавлено меня бы это жало и дальше чтобы было вот из же из этого жатого состояния ты откроешь успешный бизнес а ты пригласишь это известного человека как тогда я приглашала и так далее да никогда в жизни ты будешь эти думаешь я такая маленькая но как я могу позвонить этому великому гуру это же самый великий экстрасенс в россии вот она сжатия и получается то что для одного человека вот это состояние сжатости такой я спряталась замужина делала длинную юбку и буду ведической женой а ты должен а я буду типа расти детей и вот эта ложь самой себе а тебе это интересно нет мне это выгодно это об искренности об открытости это честных отношениях нет но я же правильная ведическая жена я видел этих ведических жен и у меня у самой была и бабушка и мама и прабабушка моя которую я еще застала в живых они тоже ходили в длинных юбках они были очень хорошие женщины они посвятили жизнь семье они полностью посвятили себя до последнего детям и моя мама еще вырастила моих детей и я вижу в своем роду была одна проблема у женщины не было личного интереса она все время служила мужчинам чтобы они сделали карьеру чтобы либо это мужчины гибли да как войну либо либо она тогда растила детей посвящала жизнь детям а в старости кому она была нужна до ее заботились чтобы она была здорова чтобы у нее была лучшая медицина и так далее а своего интереса не было а жизнь от этого становилась скучной и неинтересной и тогда хотелось вот жить жизнью детей звонить 50 раз на день и контролировать ты доехала ты сделала и так далее я понимала что мамы другой игры нету я отвечала да доехала мамочка да у меня все хорошо да 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 потому что не было своей игры и вот я вижу этих ведических жен они потом будут такие же они будут звонить по 50 раз контролировать своих внуков они будут лезть в чужую жизнь они будут играть в игру соседи кто там поругался а бабушка будет сидеть у окошка и смотреть ой соседка пошла туда а вот через полчаса она пошла обратно вы знаете таких бабушек знаете их тысячи это послевоенное поколение им никто не рассказывал что милые дамы у вас должен быть свой интерес их не учили этому но мы же можем научить своих жен мы можем научить своих детей сказать женщины почему вы должны быть подавлены под мужчиной почему вы должны быть обслуживающим персоналом нет вам это интересно творите проявляйтесь мужчине это интересно и дальше найдите точку соприкосновения где вы вместе а это . только через искренность это только искренность и тут нету границ тогда потому что если вы вот это моя граница а это его граница вы стали артисткой погорелого театра и вы начали раскачивать качели в игру тупую очередную которая закончится страданиями вот для этого нужна вот этот момент искренности и открытости но тогда там не будет ты должна носить это а ты должен зарабатывать деньги а ты вот этот это а дальше кому как повезет сейчас себе удобно задать забрать детей с детского сада значит заскочи забери а я в это время тогда успею покушать приготовить а тогда давай ты вот это а я вот это и не важно кушать и неважно кто пол помыл и неважно кто и это не о смене там мужчина стал тряпка или женщина стала мужиком это чушь собачья женщина не станет мужиком если она искренне открыто и искренне любит это придумки мужиков для того чтобы посадить ее в клетку тупых мужиков за меч а ленивых это сказать что что она еще должна делать она все должно она все должна она меня должна обслуживать а я пойду и заработаю 100 долларов это смешно и когда слышишь вот эти вот выступления и ссылки ведические знания вот ведах так учили ведах на самом деле очень много полезной информации и очень много полезной информации в сказках на самом деле но насколько она переврана чтобы ограничить вместо того чтобы открыть и сказать будь открытым будь самим собой от тебя больше ничего не требуется счастье она вот в этой открытости когда ты сияешь а если солнце а женщина это солнце пытаются засунуть спичечный коробок извините пожар будет не будет ничего хорошего из этого поэтому вот это и называется здравомыслием когда разум подключен да и человек в моменте здесь и сейчас мыслит здраво здраво если муж там едет ему по пути заехать забрать там этого ребенка или купить продуктов или он приехал раньше а там в квартире был бардак дети там что-то нашалили он это сделал у него корона не отвалится точно так же как у женщины корона не отвалится и ты едешь на дачу надо сдать машину ремонт ну заскочил ты на этот центр сдал и поехал там пересел на такси поехал дальше потому что там ждет вторая машина не никаких вопросов нету и не надо делить я там придумываю эту работу я там придумываю эту вот они ведические тогда вот эти каноны кто кому чего должен разбиваются в пули в пух и прах любое ограничение разбивается об искренность любое любое и даже вот этим ограничивающим структурам которые готовы сейчас сказать и нажать вот вы секта вы там говорите там что-то а как они могут сказать когда рис и речь идет про искренность и открытость они даже наехать нормально не могут вот есть две тупые статьи в интернете тупые безграмотные и смотришь и понимаешь писал человек с научной степени тупые и безграмотные потому что они из ограниченности но потому что человек писал в виде себя да он смотрелся в свое зеркало в зеркало своих ограничений а если вы про искренность и открытость А что вы можете против нее противопоставить? Это человек настоящий. Вот это и есть Бог. А вот для того, чтобы прийти к этой точке, надо вот эти моменты, когда ты подминаешься, лжешь, изворачиваешься, насилуешь кого-то, заставляешь, ты должен, ты еще что-то. Ты эти моменты просто замечаешь. И смотришь в этом моменте, говоришь себе, стоп. Давайте я посмотрю, как можно сделать так, чтобы у меня внутри было хорошо. У меня, не у кого-то. Мне вообще пофиг на окружающие. У меня внутри хорошо. И если у меня внутри хорошо, и мне интересно жить, интересно творить и проявляться, то вот оно, все открывается. Все решения во мне. И тогда вы будете видеть решения на игры, которые вы принимаете в моменте «здесь и сейчас». Они принимаются в моменте «здесь и сейчас» и прописываются на следующий день в ночное время. Мы об этом пишем в наших книгах и в практиках наших. В книге «Инфодайм. Практика». Даже практики на эту тему будут. Когда вы ночью закладываете сценарий следующего дня, он может не создаться за день, но он уже будет информацией, и он будет перекачиваться из ночи в ночь, формируя к проживанию то, что вы заказали. Но это только через искренность. По-другому не работает. По-другому не работает. Поэтому вот эти все моменты, когда человек ждет, мужчина должен прогнуться, женщина должна прогнуться, не надо никого, ни под кого прогибать. Не надо прогнуться, это устроить качели. Нету слова «должен». Есть слово «хочу» и «выбираю». И беру на себя ответственность за то, что я захотел и выбрал. Это тогда, это когда вы один. Все, нет никого, кроме вас. Вы, весь ваш мир – это вы. Вот это тогда. Даже в паре, даже живя в паре, именно когда ты искренен. И каждый из вас вот именно исходит из того, что все я, вся ответственность на мне. И тогда идет гармония, тогда идет красота, тогда идет счастье и любовь. Потому что нет никаких сопротивлений, нет никаких напряжений, нет борьбы, нет игры, нет борьбы. И когда вы в паре, казалось бы, «Да как же, она же женщина, а я мужчина». Подождите, когда вы искренне открыты, вы одно целое. Да, да, да. Это одна капсула. И вот это тот момент, когда это одно сознание в моменте здесь и сейчас. И тогда вот это вот одно сознание единое, оно принимает те решения, которые вот для этого сознания оптимальны. И неважно, чьим ртом это решение будет оглашено, ртом женщины или ртом мужчины. А оно просто передано в речи. И тогда оба, «О, да, и я это чувствую, и я это чувствую». И всё, и пошла гармония. Не противостояние, а гармония. Вот эту гармонию на самом деле нащупать сложно. И я знаю, как это сложно. Сама нахожусь в кругу детей и мужа. Но каждый раз ищешь эту гармонию, потому что только в ней рождается счастье. Только в ней. Как только ты с неё выходишь, начинается игра качели. Качели, которые ты качаешь, и в этих качелях дальше проявляются напряжения. А эти напряжения приводят либо к каким-то проблемам по заболеваниям, либо напряженные отношения, либо ещё что-то, либо ещё что-то. Оно проявляется снаружи. А зачем, чтобы оно снаружи проявлялось? Снаружи должно проявляться то, что вы хотите, а не то, что вы качаете неосознанно. Зачем качать лажу? Если можно жить счастливо. Но вот при таком подходе первый шаг вы осознаёте своё сознание единым целым с сознанием своего мужа. Потом туда добавляются ваши дети. Потом туда добавляются ваши родственники, друзья. Но при этом все свободны. И при этом все свободны. Но при этом это единое сознание. Идёт осознание единства этого сознания. А потом вы осознаёте, что это весь мир. И каждый человек, которого вы видите, это ваше отражение. И это всё вы. И тогда у вас и отношение другое к этому миру. Тогда вы в него не плюёте. И не гадите. И тогда, если вы видите в ответ какое-то проявление, которое вам не нравится. Ну, там человек, например, ругается, или человек злится, или ещё что-то. Вы понимаете, о, во мне где-то это есть. Значит, вот это мне надо убрать, и вот это мне надо убрать, и вот это. И вы осознаёте в моменте здесь и сейчас, когда вы уже это споймали, вы можете это удалить. И это постоянная работа. Это, кстати, ещё ответ на один вопрос. Какой курс мне надо пройти, чтобы я стала осознанной? Это об этом. Осознанность – это не курс. Это стиль жизни. То есть вы так живёте. И это каждый момент здесь и сейчас. И это на всю жизнь, и дальше всё больше и больше ответственности, и всё больше и больше осознанное создание. И каждый момент ты тренируешься и учишься этому. Потому что это не свалится, когда вы этому не учились, не свалится вам на голову, как дар, как манна небесная. Так надо научиться жить. Это тренировка постоянная. Да, 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 именно постоянная тренировка. И вот она описана в наших и книгах, и курсах, и практикумах, и стримах. Везде, абсолютно везде. Если вы действительно выбрали направление искренности себя, найти себя, вернуться, вернее, к себе самому искреннему, вот даже здесь уже он прописан. Даже здесь вы можете просто прийти к себе. Мы предложили вам свой путь, который проходили мы. Да. Как клубочек. Как клубочек, да. Мы просто шли этим путём, и мы показывали, как мы менялись, как мы трансформировались, что мы проживали. Мы понимаем, что уже этот путь, он и написан, и описан, и он отснят на видео. Что самое главное, он остался в курсах. То есть каждый момент мы этому обучаем. То, что делали мы, мы этому обучаем. И это стало стилем жизни и привычкой. И поэтому второй раз повторять это не имеет смысла, потому что это просто, вот знаете, вот научились вы что-то делать хорошо, и вам уже об этом рассказывать не имеет смысла, у вас это привычка. Вы не садитесь и не рассказываете каждый раз, когда вы садитесь за руль, там, например, машина с механикой, вы приходите и говорите, я вставляю ключ зажигания, я там выжимаю эту педаль, я включаю эту педаль, поворачиваю ключ, иначе ключ не поворачивается, если я там эти педали не выжму. А потом он повернулся, и я уже начинаю ехать. И вы каждый раз это рассказываете. Но есть люди, которые ездят, например, на электромобиле, у них нету количества этих педалей, да? И они просто пришли и нажали кнопку. И для них ваш рассказ, он как бы не очень важен, да? Но в то же самое время они там найдут тот момент для себя, каким образом они садятся в эту машину. И при этом вы 10 раз не будете ходить и повторять это. Вы это один раз записали как инструктаж. И дальше человек либо проделает, либо нет. Вы записали сложный вариант пути, но у человека может быть кнопка и может быть свой простой вариант. Но он этот простой вариант может не видеть, не осознавать, потому что он просто спит. И вот когда он спит, и вдруг он проснулся, увидел сложный вариант описанный и прошел этот сложный, то осознать свой простой ему легко. А если у него сложный вариант, да, то он этот сложный тоже пройдет и тоже осознает. Вот у нас наш путь описан, мы описали сложный путь. Мы описали наш путь, как мы шли, потому что мы шли первые, мы прорубали его, этот путь. И мы знаем, что мы просто проделали ту работу, которую до нас никто не проделал, вот так, с написанием и с оставлением после себя видео, каждого шага. Это на самом деле безумие. Но вопрос, кто безумный, тот, кто спит или тот, кто идет? Мы предпочли идти. И в книге «Инфодайвинг знания» там очень четко поставлен вопрос, так где же безумие, на каком из секторов психики? Вопросы безумия актуальны. Но мы эту работу просто проделали. Мы ее проделали в книгах, мы ее проделали на видео. И когда человек, мы слышим, что человек от футболица говорит, нет, я научусь ездить на автомобиле без автомобиля. Это право человека. Можешь спать дальше. Но я пока не видела людей, которые научились ездить на автомобиле без автомобиля. Все равно, даже с иллюзорной игры надо выйти, сесть за руль и проехать живьем. Через свое тело, через свои ощущения, через свои чувства, через свое сознание, через свой опыт. Ты не можешь, грубо говоря, из трехлетнего возраста вдруг стать 20-летним. Просто вот раз и 20-летним. Ну никак. Этот путь человек все равно пройдет. Он все равно вырастет. Потому что это рост. Это рост, только это рост не физический, как на примере с возрастом. Это рост внутренний. Это рост духовный. Это рост осознаний. Это расширение обратной связи из подсознания в реальность. И когда эта обратная связь, а это, по сути дела, геометрия начинает работать у человека в психике, когда эта обратная связь расширяется, то она становится доминантной. И в какой-то момент человек живет полностью из тех знаний, которые хранятся в нем, как в источнике. Из того многотысячного опыта жизней, которые хранятся в нем, как в источнике. И он просто этим пользуется. Пользуется в моменте здесь и сейчас. Это все его скарб, его багаж. Но он осознал и расширил свой вот этот поток информационный настолько именно из подсознания в реальность, что в моменте здесь и сейчас ему не надо задавать лишних вопросов. Ему не надо проживать дурной опыт. Ему не надо раскачивать качели, которые пустые и ни к чему не приводят. Он живет, опираясь на свой вот этот вот опыт, выстраивает свою реальность осознанно. Занимается любимым делом. И он счастлив. Он кайфует от жизни. Он кайфует от жизни. Цель – кайф. Именно, да. Цель – кайф. Кайфует от жизни. Потому что на самом деле мы просто забыли, что это как прекрасна жизнь. Мы говорим и слышим практически везде. Жизнь сложна, жизнь трудна. Жизнь прекрасна. Жизнь прожить – не поле перейти. Жизнь прекрасна. Это такое сокровище у нас. Мы себе такое сокровище подарили. И говорим, что это не сокровище, а это ужас. Когда осознаешь вот эту глубину кайфа жизни от того, что она у тебя есть, и как ты ее профукиваешь, просто издеваешься над своей жизнью, над собой. Ну, невероятно. Это действительно безумие. Это безумие. И это безумие начинается с ограничений. Оно начинается с ограничений. Человек ограничениями отключает себя от разума. Да, да, да. Когда человек говорит, там, вот о нас говорят, ум за разум зашел. Мы даже смеялись. У нас прекрасно. Ум действительно зашел за разум. И миром правит разум. И информацией правит разум. И место ума за разумом. За разумом. Не он доминантен. Но при этом именно через программу ума мы разворачиваем внешнюю игру. Потому что разум, он внутри. И для того, чтобы внешнюю игру развернуть, нам надо ум. Для того, чтобы он подал информацию туда и обратно принял. Туда-сюда, туда-сюда. Это задача программы ума. Вот его задача. Поэтому он и болтает. Он туда сходил и вернулся обратно. Отнес, принес, отнес, принес. Вот задача программы ума. А у человека, получается, он отделяет разум. И он в этом выделенном кусочке бегает туда-сюда. А потом вообще не бегает. А зависает во внешнем. Говорит, я полностью. А Бог все остальное создал. А Бог там остался. Вместе с разумом. Где-то там внутри. И я туда никогда не заглядываю. И у меня никогда не включаются чувства. Зачем мне этот Бог? Зачем мне этот разум? Зачем мне вот это все? Я же вот такой маленький. Я же скукоженный, сжатый и ограниченный. Вот ограничение программы ума. И потом начинается критика, она правит миром, она приводит к правильным решениям. Никогда критика не приводила к правильным решениям. Критика это еще ограничение программы ума и погружение в низкие частоты. Обрезание частотного диапазона и получается деструктив, распад, разрушение программы ума. Вот ваша критика. И кому это надо? Если вы люди, если вы боги в телах, ваше дело собрать все в себя, взять ответственность за жизнь и сиять, и ловить кайф от жизни. Но тогда вы целостны. А как только пошли ограничения, должны, должна, должен, все это уже к разрушению дороги. Это уже не о разуме. Это уже о деструктиве. Это выделенная программа ума, которая обкоцала все остальное. Вот об этих вещах и о том, как это все в психике у нас устроено, мы пишем в книге «Инфодайн коллективное и бессознательное» и дальше. Это уже продвинутые книжки. Читать их без предыдущих книг не имеет смысла. Вот вообще не имеет смысла. То есть вот еще до «Инфодайнга счастья» можно дойти, не читая предыдущие, но вы потом вернетесь все равно, потому что интересно будет. Но все, что дальше, просто не имеет смысла. И у нас вот последовательно будут и книги, они будут выставлены на сайте у нас сейчас последовательно. Издаваться мы будем только здесь, в Белоруссии. Распространяться будут только они с Сабришина. Будет идти электронная версия. Будет, не буду, что говорить, будет. Но мы приняли решение пойти на расширение в этом вопросе. И точка старта будет в Белоруссии. Любим мы Белоруссию? Невероятно любим. Пускай простят россияне, европейцы, американцы. Мы вас тоже любим. Но мы вас приглашаем к нам в гости. Когда вы хоть раз пройдете по нашим болотам, а у нас есть красивые экотропы, когда вы хоть раз проедете по нашей стране, вы увидите, какая у нас охрененная страна. Да, у нас не хватает еще сервиса, у нас не хватает внимания малому бизнесу. Если ему дадут свободу, уберут ограничения и скажут, слушай, создай здесь что угодно, только вот чтобы здесь туристы искренне были накормлены, напоены, и заплати за это государство. Ну, не требуй никакой социалки в ответ. Ничего не требуй. Сам все сделай. И дадут ответственность. Такой будет расцвет. У нас будет расцвет, и у нас будет туризм, потому что у нас охрененная страна, и мы верим в это, и поэтому мы хотим, чтобы точка старта осознанного общества, а это другое общество, и уже становится очевидным, что те вещи, о которых мы говорим, они невероятной глубины, и все равно общество туда будет идти. Уже другой дороги нет, уже все. Уже информация вырвалась наружу. Уже информация вырвалась и распространяется, и коллективные игры в виде войн, и вот этих 11 тупых игр, они будут видоизменяться. Тор все равно провернется на три уровня, и все равно будет другое общество. Оно будет без вариантов. Только вопрос, насколько скоро это можно сделать быстро, и это можно растянуть во времени. И точка старта будет в Беларуси. Таки да. Таки да. Я надеюсь, мы ответили на наши вопросы. И по поводу... А, ну еще, про Сатьюдас. На самом деле он очень интересный мужик, если личный вопрос. Я его иногда смотрю, почему-то мне его присылают в Инстаграме, хотя я на него не подписан, но мне его иногда подбрасывают. Он мне напоминает очень Геннадия Боброва. Ты Боброва никогда не смотрела? Он даже, по-моему, с тех же где-то краев. Когда-то я приглашала тренера в Беларусь, Геннадий Бобров, у него очень много хороших роликов про отношения мужчин и женщин. Я сама эти ролики монтировала, а потом он... Там пути разошлись много лет назад, он работал отдельно, ну уже в Беларусь не приезжал. И была одна интересная такая тема. Бобров говорил очень классные вещи. Говорил с юмором. Точно так же ржали залы, точно так же речь шла о личностном росте, точно так же устраивались невероятные тусовки, концерты. Кстати, там была искренность и открытость. Вот она на его семинарах была. Он реально очень круто работал. Мне очень он нравился как тренер, мне приятно было с ним работать. И потом прошли годы, и вдруг по обратной связи я узнаю, что там тот развелся, тот развелся, тот развелся. Я спрашиваю, что там развелся. А мне говорят, так вот там Бобров учил вот так, значит надо вот так. Мужчина должен этот, женщина этот. И переложили ответственность на Боброва. И я понимаю, понимаете, вот это дай человеку нож, и скажи, иди колбасу порежь, а он пойдет человека на улицу бьет, скажи, так это же он мне нож дал. И я понимаю, что это тупоумие из-за ограниченности. Человек своими костылями, правильно и неправильно, обрезает себя настолько, что потом даже ответственность переносит на другого тренера. Точно так же, такой же вариант возможен и в жизни Сатья Даска, когда на него переложат ответственность за то, что там семи распались. Да, он же так сказал. А он вообще не это имел в виду. Это о здравомыслии. Если вы подходите со здравым рассудком, и вы понимаете, у Сати классные смешные ролики, там есть суть, во всех роликах есть суть, и это здорово. Суть, и при этом он расслабляет. Он на самом деле, вот его слушаешь, он расслабляет. Он просто вот он говоря, действительно суть говорит, но при этом в расслабленном состоянии говорит. это в расслабленной информации. Информация, которая вызывает улыбку. Но если вы этот ролик сочтете инструкцией, из ума будете слушать. Из ума возьмете как инструкцию, и вынести на него ответственность, вы можете его засунуть в самое черное болото. Да, да, да. И это сделает не Сатья Дас, это сделаете вы. И вы же не возьмете тогда ответственность. Он прекрасно расслабляет, он прекрасно шутит, и у него отличный юмор. И он работает в том же сегменте рынка семинаров, тренингов, которым работал Гена Бобров. И там еще один тренер есть, забыла фамилию, еще один хороший тренер. Вот их всего три штуки хороших тренеров вот в одном сегменте рынка работают. Я уже как организатор говорю. То есть, если бы я выбирала, кого пригласить в Минск, я бы из трех выбирала. Поэтому, я надеюсь, я ответила на этот вопрос. К ведическим коучам, смотрите, если брать вообще ведических коучей, я встречала ребят, которые работают под прикрытием сейчас, как-то кришнаиты называется направление. Вот видишь, ты не в курсе, я просто во всех монастырях побыла. Так вот, если человек идет вот из этой кухни, она тоже идет там под ведическими какими-то знаниями, но человек потом ходит, у них есть свои помещения, где они там барабаны стучат. Я там была, я сильно не вникала. Но мне неинтересен тогда был гипноз, и я смотрела, как в разных религиозных культурах, это все, ну как грубо говоря, человека можно отключить и залить, и потом включить, и он побежал. Тык-тык-тык-тык-тык, и робот такой побежал, да? Вот мне вот эти вещи были интересны к исследованию. И я встречала там коучей, которые говорят. И вы знаете, ту чушь, которую они говорят, мне не нравилась. Вот я хотела сказать. Там было очень много ограничений, то есть там были ограничения по еде. И потом я видела этих детей, у которых, анемичные дети, у которых в рационе не присутствовало мясо, я видела детей с проблемами суставов. Я понимала, что их просто недокармливали. Я когда вот эти вещи видела, я понимала, что, ребята, это безумие. У меня такое чувство, что вот я слушаю тебя, у меня такое чувство, что там отключаешься, наоборот, отключаешь сам себя, вообще отключаешь. Там и чувства, и разум отключаются. Ты становишься правильной. И в сценическая роль. То есть, грубо говоря, на тебя одели сверху наряд 100-килограммовый, и ты этот наряд пытаешься нести и сказать, я ведическая дама. Да выкинь ты и будь самой собой. Ты живи счастлива. Зачем тебе эта чушь нужна? У тебя есть свой мозг. Кстати, даже мозг физиологически, его отделили, да, чтобы показать, что он у тебя есть. И ты на него сейчас выносишь ответственность, да, через науку. А наука сказала, что мозг реагирует вот так и так. И это все мозг создал. Это так. Это так. То есть, даже в этот момент человек умудрился вынести ответственность. Точно так же, все, что касается ограничений, я хочу закончить вот этот ролик высказыванием одного профессора. Он работал, и, наверное, еще работает в нашей Национальной Академии Наук Белорусской. Когда-то он мне сказал, Наталья, если тебя кто-то ограничивает, помни, перед тобой ограниченный человек. Если вы хотите быть счастливыми, то ваша задача отследить в себе ограничения, потому что на них вы включаетесь реактивно, резонируете. На них вы перестаете быть самими собой, вы начинаете лгать, изворачиваться, вы давите сами себя и так далее. Если вы отследите эти ограничения и осознанно их уберете, вы начнете открываться, вы станете искренними, открытыми, вернетесь к себе настоящему. И при этом станет очевидно, что ответственность за вашу жизнь глядит полностью на вас. Не на ком-то, а на вас. И вот этот вот момент открытия, это ваше решение, быть здоровым или больным, играть в тупую игру или создать свою. Это ваше полностью решение, потому что весь мир – это ваше зеркало. Вы смотритесь в него и видите себя. И нету другого мира. И тогда отключаются и астрология, и номера. Все отключается тогда. И никакая практика эзотерическая с вами не работает. И все влияния, и все остальное, ничего не работает. Но для этого надо сила внутри. Прийти к самому себе. А сила, она возвращается вместе с ответственностью. Потому что пока вы не отвечаете из-за себя, какая вам сила? Кто же детям нож дает? До встречи, друзья. Надеюсь, мы ответили на ваши вопросы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...